Добрый день! Меня зовут Шуров Василий Александрович, я врач-психиатр-нарколог. Более 15 лет я помогаю людям с различными зависимостями. Тема сегодняшнего разговора – спайс. Что же такое спайс? Спайс – это синтетический дизайнерский наркотик каннабиоидной группы. Он обладает всеми эффектами марихуаны, то есть дает легкую эйфорию, расслабление, веселье. Вместе с тем, за счет того, что это синтетика, обладает гораздо более мощным и продолжительным действием. Обладает кучей побочных эффектов, очень часто вызывает шизофреноподобные нарушения сознания, бред. Очень легко дает передозировки в силу того, что он, во-первых, концентрированный, а во-вторых, обладает гораздо большим сродством к рецепторам головного мозга. Поэтому что можно резюмировать? Это синтетика, где постоянно изменяется формула, так как он строжайше запрещенный, внесен во все списки. Поэтому существует определенная гонка между наркопроизводителями и наркоконтролем. Каждый раз эффекты могут быть разные, совершенно не те, которые ожидали наркопотребители. Эффекты гораздо более сильные. Что самое неприятное, масса побочных моментов вплоть до развития суицидального поведения, вплоть до бредовой синтоматики, тревожно-депрессивной. Очень тяжелая клиника отмены. Все пациенты со спайсами госпитализируются, потому что у них абстинентный период протекает и с физической ломкой, и с состоянием психопатоподобного возбуждения. То есть требует круглосуточного медицинского наблюдения, поэтому спайс — это тяжелый дизайнерский синтетический наркотик. Почему спайс получил такое распространение? Здесь несколько немаловажных моментов. Первое — это очень низкая цена этого препарата, он доступен практически всем. Буквально вот мама дала денежки на завтрак или на пирожок, скинулись, позвонили по телефону, взяли закладку. Ну и, конечно же, повсеместное распространение. Уже давно нету сети дилеров. Кругом вы эти надписи встречаете. В интернете по запросу вылазит миллион предложений. Есть темный интернет, где вообще полное меню, любой спектр, все, чего пожелаешь, эффекты можно заказывать. Поэтому зараза эта очень распространена. За счет того, что это синтетика, зависимость вырабатывается практически моментально, и школьник превращается в зомби, живущего от дозы к дозе. Поэтому не тяните, если вы выяснили, что ваш ребенок употребляет спайсы, сразу звоните к наркологу. Спайс относится к категории курительных смесей, поэтому при ингаляции во время курения эффект наступает практически моментально, в течение нескольких минут. Его можно обозначить как такой яркий приход, состояние эйфории, веселья. Человек становится разговорчив, у него повышается аппетит, его тянет шутить, все беды отходят на задний план, но он испытывает яркие положительные эмоции. В отличие от марихуаны, это более длительный эффект, он может продолжаться до нескольких часов. Возникает острое желание его повторить, поэтому очень часто передозировки, когда человек начинает усиленно накуриваться, что называется, и легко теряет сознание. Поэтому что нужно отметить? Синтетика очень мощная, зависимость вырабатывается практически сразу, достаточно одного-двух употреблений. Эффект в силу того, что формула постоянно меняется, непредсказуемый. Вы никогда не знаете, что вы получите на выходе. Глубокий сон или психоз, или человек будет бегать голый по улице, или выпрыгнет в окно, или совершит какое-то криминальное действие. Это всегда лотерея. На совести, как говорится, дилера, какая совесть у этих людей, вы можете себе представить. Никакой. Поэтому, если вы столкнулись с этой проблемой, бегом к наркологу. Как понять, что ваш родственник употребляет спайс? Прежде всего, речь идет о психических изменениях. Человек становится странным, без причины веселым, или наоборот агрессивным, замкнутым. Поведение его меняется. Если он в состоянии интоксикации, он может быть очень весел, или наоборот, слишком заторможен. Вне употребления он раздражителен. Постоянно пропадают деньги. Появляются какие-то непонятные приспособления для курения. Странные друзья, которые избегают контактировать с вами. Различные проявления в состоянии здоровья. Он, например, может прийти с конъюнктивитом, с красными глазами. Нарушение сна. То спит сутками, то наоборот ходит по квартире, не спит. Разные изменения аппетита. То хочет есть, может съесть недельный запас еды, то аппетит отсутствует. Поэтому человек живет в таком непредсказуемом режиме, на определенных качелях, в том числе эмоциональных. И любые изменения более-менее стойкие. Да, человек может один раз быть там в гневе или слишком радости. Но если это становится системой, если вы обнаруживаете какие-то странные предметы для курения, если вы видите, что меняется его здоровье, если его социальная активность отходит на второй план, человек начинает плохо учиться, теряет работу, у него появляются новые друзья, старые друзья перестают с ним дружить. Это все должно вызывать подозрения и быть поводом для разговора с ним. Ну, вряд ли он, конечно, признается о проблеме, но малейшее подозрение, нужно ехать к наркологу и разбираться, что же все-таки случилось. Классической тяжелой гриппоподобной опиоидной ломки от Спайса нет. Но надо отметить, что в силу своей синтетической природы Спайс вызывает очень тяжелое психическое привыкание и в периоде отмены возникают очень большие колебания настроения, которые могут выражаться в плаксивости, в раздражительности, в агрессии. Человек может сбежать из дома, человек постоянно требует деньги, мечется, у него такое навязчивое состояние, он не может ни на чем зафиксироваться, ни покушать, ни поспать, он постоянно шастает по дому, делает какие-то непонятные звонки, чего-то там мониторит в интернете, отказывается поговорить на эту тему. То есть настроение меняется в негативную сторону, все плохо, постоянные претензии к родственникам, поэтому пока человек не употребит, он будет вот в таком нарастающем состоянии, вплоть до бреда, до психоза, может сбежать из дома. Поэтому очень важно, если вы с этим столкнулись, обратиться к психиатру-наркологу и уже начать лечение, начать выводить эту синтетику из организма, начать психофармакологию, которая уберет всю эту неприятную, тягостную психическую симптоматику. Спас – это мощный дизайнерский синтетический наркотик группы канабиоидов. В силу того, что он гораздо мощнее марихуаны, привычные потребители марихуаны могут не рассчитать дозировку, употребить гораздо больше. Помимо выраженного седативного действия при передозировке, он обладает выраженным диссоциативным действием на мозг, то есть вызывает шизофреноподобную симптоматику с бредом, с галлюцинациями. Человек может стать агрессивным, неадекватным, убежать, попасть под машину, выпрыгнуть в окно, нанести себе самоповреждение, попытаться закончить жизнь самоубийством. То есть клиника абсолютно непредсказуема. Какого рода будет бред, какого рода галлюцинации, какова будет глубина психоза. Это всегда лотерея, причем вот оно начинается моментально, человек покурил, тут же началось действие, то ли он стал невменяемым, просто потерял сознание, то ли пришел в неконтролируемое возбуждение. Все эти состояния требуют детоксикации, пребывания в стационаре под врачебным контролем круглосуточным. Поэтому если вы с этим столкнулись, вы должны вызвать бригаду 03 или специализированную наркологическую помощь и находиться с человеком просто рядом, чтобы он не совершил никакое криминальное или самоповреждающее действие, убедиться, что его забрали, и только тогда заниматься своими делами. Состояние это очень тяжелое, оно требует постоянного контроля. Зависимость от спайса формируется достаточно быстро, она выраженная, тяжелая, присутствуют и физические, и психический компонент зависимости. Поэтому лечение осуществляется по тем же принципам, как и обычная наркотическая зависимость. Первый этап стационарный, полное обследование пациента, подбор препаратов, снижающих влечение, очистка организма от наркотика и его метаболитов. Затем пациент поступает в реабилитацию, где идет групповая, индивидуальная психотерапия, дневник самоанализа, проработка дефектов характера, отработка новых моделей поведения. И уже после длительного пребывания в условиях реабилитации человек постепенно ресоциализируется, возвращается в жизнь, ходит на группы зависимых, либо получает психотерапевтическую поддержку, там, где нужно использовать специальные медикаменты, позволяющие ему корректировать свое настроение и поведение. В общем, лечение достаточно длительное, серьезное, но если его не проводить, все люди, употребляющие спайсы, или попадают в тюрьму, или становятся инвалидами, ну, или погибают. Поэтому вариантов никаких. Чем раньше вы обратитесь к специалисту и начнете лечение, тем более стабильный и быстрый будет результат. Один из частых вопросов, сколько времени лабораторно подтверждается наличие спайса в организме? Спайс – это многокомпонентная смесь, куда могут входить и синтетические каннабиоиды, и препараты стимуляторов, и даже галлюциногены. Поэтому можно говорить о разных компонентах. Если говорить о синтетических каннабиоидах, они наиболее долго держатся в организме. Здесь тоже зависит от того, это было одноразовое употребление или системное, от количества жировой ткани, от уровня метаболизма. В среднем от нескольких недель до нескольких месяцев, если речь идет о системном употреблении. Поэтому любая подготовка к проверкам – я курил, 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 и сейчас за три дня почищусь – она просто невозможна по определению. Поэтому единственный вариант – это не употреблять такую жесткую синтетику. И выводиться она из организма будет очень и очень долго. ТОП-3 способа ускорить метаболизм и выведение синтетических каннабиоидов типа спайса из организма. Первый способ – это обильное питье и форсированный диурез. Человек употребляет большое количество жидкости, стимулирует мочевыведение. Таким образом ускоряется экскреция и каннабиоидов, и продуктов метаболизма из организма. Второй способ – это активные физические нагрузки, бегать, активно потеть. Работа мышц, пережигание жировой ткани, тоже происходит выделение каннабиоидов. Более быстро они выделяются. Ну и третий способ – это баня, сауна. Элементарно усилить потоотделение и поспособствовать выведению через потовые железы. Повторюсь, с учетом того, что каннабиоиды необычайно долго сохраняются в организме, вот эти способы ускорить, они чисто символические. Они скорее дают психологическое успокоение тому, кто их применяет, особенно если речь идет о системном курении. Причины смерти от спайса. Одна из распространенных причин смерти от спайса – это измененное состояние сознания после употребления, когда человек становится полностью неадекватным, и с ним происходит несчастный случай, он выпрыгивает в окно или попадает под движущийся автотранспорт. Или другой вариант – у него возникают суицидальные идеи непреодолимые, и он уже направленно заканчивает жизнь самоубийством. Также распространенный вариант смерти от спайсов – это передозировка, остановка дыхательного центра, остановка деятельности сердца, и человек просто погибает до того момента, как ему смогут оказать специализированную медицинскую помощь. Ну и различные криминальные ситуации, потому что человек находится в состоянии измененного сознания, он может быть ограблен, убит, в силу того, что он элементарно не может оказать сопротивление или стать участником какой-то криминальной разборки, в силу того, что он просто недооценивает ситуацию, находясь в состоянии наркотического опьянения. Вариантов очень много, они все достаточно неприятные. Спайс – это синтетический наркотик, очень легко передозироваться, серьезно нарушить работу мозга, поэтому единственным вариантом является своевременное лечение и полный отказ от употребления этого вредного, жесткого наркотика. Если у вас остались какие-либо вопросы по теме спайс, звоните на нашу круглосуточную горячую линию, мы обязательно ответим на все ваши вопросы и поможем в том случае, если требуется наша помощь. Данное видео снято для сайта странапротивнаркотиков.ру Данное видео сайта странапротивнаркотипен Субтитры создавал DimaTorzok